Ульяновский орган меняет место жительства, переезжает в просторный и отремонтированный малый зал Ленинского мемориала. Помещение специально оборудовали с соблюдением всех норм и параметров под исполнение органной музыки. О переносе инструмента заговорили еще в 2017 году, когда начался ремонт в аварийном здании филармонии. Поскольку в России нет таких специалистов, кто может перенести инструмент в целости, обратились за помощью снова к немецкой фирме, производителю органа Ойли. Специалисты этой фирмы монтировали орган в 1982 году. Финансирование непростого процесса было заложено на 2022 год. Бюджет на эти цели заложено почти 22,5 миллиона рублей. В саркофаге наш орган уже находится более пяти лет. Мы понимаем, что инструмент так долгое время не может существовать. И ни одни ремонтные работы, которые будут в дальнейшем проводиться в этом удивительном здании, памятнике культурного наследия, не обеспечат сохранность этого зала. И поэтому было в свое время принято политическое решение в какой-то степени о переносе этого уникального инструмента. В Ульянске находится один из самых уникальных инструментов. Это был первый концертный орган, установленный в России одной из старейших органных фирм Европы. В музыкальном инструменте 2,5 тысячи труб, 35 регистров, два мануала, общий вес 7 тонн. На первом этапе работ инструмент демонтировали, расформировали на отдельные части и детали, упаковали, тщательно очистили большие элементы и трубы, а также перевезли. Мы все учли, что помещение маленькое и закрытое, что там жарко, орган высыхает. Пришло время его оттуда перенести. По словам органного мастера, инструмент хорошо сохранился. Единственная проблема – две трубы пришли в негодность. Одну из них мастер показал, ее придется заменить. Все трубы органа очищены от накопившейся пыли, промыты, высушены и завернуты в специальный материал. Они будут храниться вертикально в специальных подставках в соответствии с техническими требованиями до начала второго этапа работ. Их нежелательно трогать. Это сказывается на качестве звука. И перед тем, как будет смонтирован орган, их еще раз прочистят основательно и потом соберут инструмент. Электронная часть органа будет модернизирована. Немецкие специалисты пробудут в Ульяновске до 10 февраля. Дальнейший их приезд намечен на конец апреля, примерно на 6-8 недель. А осенью начнется уже настройка инструмента. Каждый тонн будет адаптирован к новому помещению. Деревянные панели, шкафы органа пройдут реставрацию в Ульяновской мастерской. Детали корпуса органа сейчас взяты в цех для того, чтобы понять и разработать технологическую карту этого процесса. Что там будет. Попробуют для начала, в принципе, просто шлифовку и покрытие современным хорошим лаком. Если это не получится, то тогда уже будет возможно сниматься шпон. На встрече поговорили и о будущем старого здания филармонии. Министр напомнила, что в прошлом году был заключен двухлетний контракт на 43 миллиона рублей для завершения противоаварийных работ. К работам приступили в августе 2021 года. Они будут завершены в августе этого года. В связи с тем, что объект меняет свое назначение, он передан в оперативное управление государственному ансамблю песни и танца «Волга» как для стационарного размещения этого государственного профессионального коллектива. Поэтому мы в конце прошлого года заказали отдельный проект для акустики и приспособления под иные цели. О сроках завершения ремонтно-реставрационных работ в бывшем здании филармонии министр пока сказать не может. Ведомство ждет документацию, которая проходит государственную экспертизу. Только после этого они смогут узнать точную стоимость ремонта в здании памятники истории и культуры.